Станиславу Шаронову не просто вспоминать начало 80-х. В то время он, молодой солдат-срочник, попал в Афганистан. Призвался в 82-м году. 860-й полк отдельной Бадахшанской провинции. Обеспечивать связью, как сказать, батальон. Музей памяти был открыт в 1990 году. За 25 лет существования музей расширялся, пополняясь множеством экспонатов. По словам директора музея Натальи Степановой, изначально он назывался Музей Афганской войны. Позже в его фондах стали появляться предметы, относящиеся и к военному конфликту на Северном Кавказе. Сейчас здесь в связи с юбилеем даты создана новая экспозиция об истории создания музея. Я бы хотела ваше внимание обратить на экспозицию, которая рассказывает как раз об истории становлений и развития ветеранского движения. И истории нашей организации, с которой еще вот это становление началось. Объединение память оказывает помощь воинам-интернационалистам. В зоне постоянного внимания 33 инвалида и 162 семьи погибших и умерших участников войны в Афганистане. Кому-то купили инвалидную коляску, кому-то беговую дорожку, а кому-то кровати-трансформеры. Решают и бытовые вопросы. От замены окон до проведения водопровода в дом. Мы живем в самой большой стране, которую просто нужно защищать. Или мы просто исчезнем в прошлом и надо помнить, что мы победители. Сегодня в объединении память прошла пресс-конференция. Ее посвятили юбилею организации. На встрече обсудили проблемы по поддержанию связи с ветеранами и план работы на ближайшее время. Создана была организация память, объединение память, так скажем, 25 четверт века тому назад. 25 лет – это действительно целая история, это целая эпоха. Которая объединяет огромное количество людских судеб, исторических каких-то страниц, которые очень значимы для истории нашего муниципального района.